меня зовут дмитрий валашов алексей злобин мой коллега тема нашего сегодняшнего вебинара аудиоконференция системой айтиси мы с алексеем будем начинать кто немного задерживается опаздывает у нас идет запись нашего вебинара чуть позже мы эту запись публикуем на нашем канале на канале компании youtube и можно будет посмотреть если кто-то пропустит какую-то из частей что все приступили коллеги начинаем сегодня мы говорим о линейке аудиоконференция систем компании эти 7 и начать я хочу с небольшой справки что же такое конференция система конференция система или конгресс системы дискуссионные системы это комплект оборудования который состоит из центрального блока или контроллера конференция система и пультов делегатов или микрофонов и все это обеспечивает определенный функционал для проведения конференций совещаний слушаний пресс-конференций центральное оборудование центральный блок обычно размещают серверные пульты делегатов стоят на столах и обычно соединены кабелем в цепочку какие бывают соответственно конференции системы конференции системы проводные и беспроводные и в линейке конференции систем компании айтиси есть и те и другие начнем мы сегодня с бюджетной конференции системы серии ts06 линейка конференции систем с 06 состоит из нескольких центральных блоков это бюджетный контроллер тест 0605 тест 0604 и расширительного блока тест 0604 ме а также набора различных пультов или микрофонов делегатов или председателей и нескольких аксессуаров тут я бы хотел взять слово более техническая часть и хотел бы сказать что бюджетный контроллер ts06 05 м это контроллер который не стоечного исполнения для него не требуется серверный шкаф и этот контроллер он как раз может быть установлен непосредственно в том помещении где и проходят конференции на передней части у этого контроллера есть lcd экран где выводится основная информация о работе контроллера слева на корпусе есть разъем для sd карты на эту эти карту может вестись запись конференции для того чтобы запись запустить на верхней панели контроллер есть отдельная кнопка рядом с ней есть кнопка изменение режима конференции чуть позже я подробнее расскажу какие режима бывают в контроллерах есть кнопка ограничения выступающего и есть кнопки которые меняют уровень громкости самой конференции ведь все мы имеем разный тембр речи разную манеру общения поэтому вот выступающего поступающего с помощью этого контроллера с помощью кнопок на его панели ведется скажем так администрирование системы ведется управление и контроль уровня звука качество этого звука ну соответственно есть кнопки управление вперед назад старт и стоп на задней панели этого контроллера есть масса различных разъемов и начнем слева направо самая первая слева кнопка это включение питания рядом с данной кнопкой находится разъем питания используется проприетарный блок питания удачную там обычная вилка которая включается в розетку то есть это не типовой компьютерный разъем который используется стоечного оборудования далее идут два разъема для подключения микрофонов разъемы эти 8 контактные стандартные звуковые 8 контактные разъемы которые можно найти на открытом рынке скажем так есть вход для подключения личного микрофона есть один разъем фантомного питания для тех кто не знает поясню фантомное питание это возможность подать напряжение через этот разъем на микрофон и также скажем отдельно подключить для делегата например дополнительный микрофон с помощью этого фантомного питания и отдельного разъема и на правой части панели есть шесть разъемов рца в народе называемые тюльпан это аудиовходы и аудиовыходы с которых звук конференции может быть направлен на и сторонние устройства это может быть система акустики это может быть система захвата звука чтобы вести дальнейшую запись также на задней части контроллера есть переключатель идентификаторов для микрофона для микрофонов подключенных контроллеру и разъем три с половиной миллиметра джек на данном слайде представлена схема подключения микрофонов контроллеру на каждый из разъемов контроллера может быть подключена до 15 микрофонов в цепочку для контроллера серии тс-06 используются соответствующие серии микрофоны индекс которых тоже начинается с букв тс и цифр 06 дальше цифры отличаются в зависимости от модели по поводу режимов работы микрофона хочу сказать что все контроллеры компании и тихи поддерживают четыре режима это режим очереди так называемый фифа first in first out первый кто активировал микрофон имеет право голоса следующие желающие сказать он будет находиться в очереди до тех пор пока первый не закончит свою речь есть режим стандартный то есть включаются все микрофоны насколько это позволяет контроллер данном контроллере может быть одновременно 12 и помню до четырех одновременно выступающих также есть режим активации по голосу микрофон стандартно стоит выключенный но при этом он находится в режиме ожидания если спикер приближается к микрофону начинает что-то говорить голос спикера захватывается микрофон автоматически активируется и начинается трансляция голоса спикера ну и четвертый режим это по запросу каждому микрофонов есть кнопка если питер желает что-то сказать вам должен нажать на кнопку а дальше председатель или администратор данной аудиоконференции он может уже видеть кто из спикеров запросил голос и дать право голоса и того контролем суммарно поддерживается до 30 микрофонов плюс один дополнительный микрофон как я уже говорил на предыдущем слайде подключенной либо в разъем фантомного питания либо специализированный разъем для дополнительного микрофона ну и в этом контроллере бюджетном есть несколько режимов обработки звука так как помещения разные ремонт помещений материалы мебель все это разное поэтому иногда требуется некоторая обработка звука есть несколько режимов встроенного эквалайзера данном контроле ну и хотелось бы сказать про микрофон и алексей ты пожалуйста меня дополни если что-то забуду но как мы уже говорили используется серии тс-06 контроллера микрофон и также тс-06 микрофона бывают двух типов первый тип это микрофон и настольные это первые две модели слева тс-06-02 и тс-06-27 они проводные устанавливаются на стол выглядит микрофон если одну модель алексей пожалуйста помоги мне повращаю в разные стороны чтобы было видно сейчас мы откроем видео чтобы мы сами видели хорошо ли вам видно а я параллельно расскажу про остальную линейку микрофонов есть разъем три с половиной миллиметра джек куда можно подключить наушники кроме этого есть встроенный спикер который позволяет непосредственно слушателю выводить голос чтобы было слышно наилучшим образом и второй тип микрофона который здесь на слайде приведен это врезные микрофоны для которых в столе в конференц-комнате требуется делать вырез определенного размера но зато они не провода к этим микрофоном они на столе не располагаются они все аккуратно аккуратно спрятаны ну и в целом стол он выглядит так менее загруженным когда у вас встроенное устройство еще хочу добавить все микрофоны снабжены светодиодными кольцами здесь прям под капсюлю микрофона находится светодиодное кольцо которое отражает статус работы микрофона либо микрофон находится в активном режиме либо в режиме там ожидании запроса слова еще хотелось бы сказать что как вы видите в таблице в названии микрофона есть две вариации бывает микрофон просто с цифровым индексом например т.с. 0602 а бывает в конце добавлена буква а а это значит что это микрофон рядового делегата средового участника конференции если буквы а название отсутствует это значит что это микрофон председателя микрофон председателя имеет соответственно две кнопки вот как видно на этом микрофоне знаю видно вам или нет да есть кнопку фоф и кнопка приоритет соответственно двумя кнопками председатель руководит конференции либо дает слово либо соответственно не дает слова как можно понять из таблицы в микрофонах есть определенная разница бюджетные модели как вот у нас алексей в руках они не имеют экрана модели более дорогие микрофонов имеют экран и это позволяет председателю более эффективно управлять правом голоса это более наглядно более удобно во время больших конференций большим количеством участников и есть как вы видите жека экраны в настольных моделях микрофона и в резных ну и как видите значит микрофон снабжен одним кабелем и разъемом значит этим кабелем микрофоны соединяются в цепочку друг другу ну как раз вот есть пример как это выглядит в жизни скажем так данная система это бюджетная конференция система они используются для инсталляции в средних и больших переговорных комнатах небольших конференц-залах до 30 делегатов ну и соответственно это бюджетная система так как вот это самый бюджетный микрофонный пульт и контроллер но 605 тем это самый бюджетный контроллер в линейке но я в свою очередь хотел бы обратить внимание на данный слайд здесь видите в углу комнаты стоит это даже не серверный шкаф это такая специальная полочка вот на этой полочке предполагается размещение контроллера потому что с этого контроллера можно управлять конференции можно давать право голоса выступающим соответственно кто-то здесь вот администратор конференции будет располагаться рядом и он может с помощью контроллера выполнять управление кроме этого видно что на стенах есть акустика и надо сказать что небольшое лирическое отступление но такие зала никто развивающий наличие микшерного пульта который будет также облегчать процесс регулировки звука но в данном случае как мы уже говорили можно звуком управлять из контроллера делать его тише или громче отключает ну и коллеги здесь показан реальный проект вы видите тот же самый микрофон который мы сейчас демонстрировали на столах и представляем соответственно стоимость данного проекта если мы используем контроллер здесь используется контроллер тест 0605 тем капель удлинитель он нужен для соединения контроллера с первым микрофоном микрофон председателя тест 0602 одна штука тест 0602 а 11 микрофонов делегатов и ориентировочная стоимость в рекомендованных розчатых ценах такого проекта 3992 доллара тут я открыл чат посмотреть ваши вопросы борис спрашивает кабеля микрофонов проприетарные нет кабели это стандартные звуковые кабели единственно что в разных сериях контроллеров и микрофонов эти они отличаются количеством пинок вот первую серию бюджетным тест 06 который мы рассматриваем микрофоны имеют аудиокабель 8 и 8 жил это стандартный аудиокабель которые можно найти свободной продажи следующие серии имеют несколько другой кабель мы позже об этом расскажем ну и коллеги хотел бы сказать что за того что не очень большая картинка на экране мы будем от чата возвращаться скажем так от времени к поэтому если некоторые вопросы мы будем упускать не переживайте мы обязательно потом посмотрим и ответим что ли все предлагаю двигаться дальше ну и следующий следующую серию мы рассмотрим это тоже серия тест 06 но здесь более серьезный контроллер уже с расширенным функционалом и сейчас дмитрий расскажет об этом контроллер это тест на 604 спасибо алексей до этого контроле рожа как вы видите стоечное исполнение его высота 2 юнита на передней части на передней панели контроллера есть элементы управления здесь есть кнопка переключения режимов работы про которые мы уже говорили здесь есть кнопка выбора количество активных микрофонов их тоже может быть от 1 до 4 одновременно говорящих и есть кнопки регулировки скажем так эквалайзера низкие высокие частоты можно подрегулировать увеличить уменьшить громкость и кнопка питания целом этого контроллера выведена на переднюю панель что же касается задней панели то разъем питания здесь уже формата и си стандартный для стоечного исполнения здесь есть регулятор установки датификаторов подключенных микрофонов есть порт писем порт для подключения системы управления rs232 и три аудио порта также 8 пиновые аудио порты для подключения микрофонов контроллер и дополнительный четвертый порт тоже 8 пиновый аудио порт это порт расширения для подключения дополнительных микрофонов Ну и в самой правой части есть разъемы RCA, их тоже 6 штук, аудиовходы и аудиовыходы, то же самое, что и в предыдущей модели, для вывода звука вовне на акустику, либо для вывода звука на систему записи. Что касается схемы подключения микрофонов к контроллеру, то к каждому разъему контроллера TS-06-04M может быть подключено уже до 42 микрофонов. Как Алексей говорил, еще раз напомню, микрофоны подключаются в цепочку, то есть имеет важность, имеет большое значение расстояние первого кабеля от контроллера до микрофона. В данном случае контроллер уже будет стоять в стойке, стойка будет скорее всего где-то в отдельном помещении, и кабель тут потребуется довольно длинный. У ITC есть кабели звуковые разной длины, в принципе вы можете самостоятельно эти кабели приобрести и обжать, если это требуется. Либо приобрести готовые. Дальнейшие подключения, как мы уже показывали, в микрофон встроен кабель, и они просто друг за друга цепляются в цепочку. Всего контроллеру TS-06-04M можно подключить до 120 микрофонов, если нужно больше, то через порт расширения, про который мы говорили, можно подключить 4096 микрофонов. Используя контроллеры расширения. Да, но мы об этом сейчас расскажем. Что касается элементов управления, точнее не элементов управления, а возможности контроллера, то здесь все то же самое, 4 режима управления микрофонами, до 6 одновременных микрофонов. Ну и возможность у этого контроллера, как у более продвинутого есть, с помощью программного обеспечения выполнять настройку этого устройства. Что касается контроллера системы расширения, то он называется TS-06-04ME, это еще одно устройство, которое занимает дополнительные два юнита, подключается в порт расширения основного контроллера, и на задней панели у него есть еще три аудиоразъема, куда подключаются снова до 128 микрофонов. Ну и соответственно и так далее, и так далее, если систему нужно наращивать, расширять. Таблица микрофонов здесь уже немного расширенная, есть у нас еще одна модель микрофона, мы принесли сюда, это в руках у Алексея модель 06-21. Совершенно верно. Данная модель, так же как и предыдущая, имеет аудиоразъем 3,5 мм, имеет два встроенных динамика на корпусе, LCD-экран у нее отсутствует. В линейке микрофонов, подключаемых к контроллеру, 4 настольных микрофонов, от бюджетного до, скажем, продвинутого решения с экраном, и два врезных микрофона. В том числе, хочу отметить, есть модели такие, как TS-06-22 и TS-06-27, сейчас я указочкой их выделю. Эти модели имеют на корпусе дополнительные кнопки, которые позволяют реализовывать функцию голосования. Уже с этой системой, с этим контроллером можно реализовывать более продвинутые функции, такие как голосование и опрос делегатов в конференции. Двигаемся дальше, и как раз мы подошли к теме с длиной первого кабеля. Здесь, обратите внимание, в таблице указаны в колонке слева различные модели микрофонов, серии TS-06, которые могут быть подключены к контроллеру. А в верхней части таблицы указаны расстояния от контроллера до микрофона. И смотрите, чем меньше расстояние, тем больше микрофонов через один кабель без дополнительных устройств может быть подключено. Чем больше расстояние будет от контроллера до микрофона, тем меньше микрофонов можно будет подключить. Этой таблицей можно будет пользоваться для расчета проектов. Ну, хотелось бы, единственное, что отметить, что, конечно, 100 метров – это такое уже наиболее критичное расстояние, где сильно снижается количество устройств в несколько раз. Вот, Алексей, что скажешь про проект? Ну, соответственно, значит, здесь уже проекты могут быть более масштабные. На слайде представлен проект. Если посчитать, то количество микрофонов здесь 36, используется контроллер TS-06-04, кабель-удлинитель 20-метровый от контроллера до первого микрофона и 36 микрофонов серии TS-06-21. Ориентировочная стоимость такого проекта в рекомендованных розничных ценах – 17 805 долларов. Я вот вернулся снова к чату, посмотреть, какие есть вопросы. Вопрос есть, что на картинке контроллер 06-04М – это уже другой контроллер. Да, совершенно верно. Двигаемся дальше. Да, двигаемся дальше и рассмотрим серию TS-02. Это цифровая конференц-система, наиболее продвинутая, наибольшее количество пультов в этой линейке представлено. И контроллер уже имеет сенсорный экран для управления конференцией. В линейке, значит, есть два контроллера, непосредственно сам контроллер и контроллер расширения ТТС-0200ME. Достаточно большое количество настольных и врезных пультов и набор аксессуаров, о которых мы сейчас расскажем. Если подробнее поговорить про контроллер, спасибо Алексею, что он упомянул, есть экран на лицевой панели контроллера. Сам контроллер, он также двухъюнитовый для установки в серверную стойку. Экран сенсорный, что позволяет очень удобно большим количеством настроек оперировать с данным контроллером. Задняя панель состоит из знакомых нам элементов, таких как разъем питания, разъем подключения микрофонов. Здесь я бы уже хотел сказать, что микрофоны серии ТТС-02 имеют шестипиновый аудиоразъем. Сейчас включу указку, обращу ваше внимание. У контроллера ТТС-200М, как вы видите, большое количество на задней панели аудиоразъемов РЦА. Эти разъемы уже могут быть использованы для системы синхронного перевода, о которой мы тоже сегодня чуть позже поговорим. Эта цифровая система имеет еще больший набор возможностей для еще большего количества сценариев проведения конференции. Еще хочу отметить из разъемов задней панели отличие, что появляются разъемы XLR для подключения аудио устройств и ввода-вывода аудио. Порты Ethernet, так как это цифровая система, эти порты Ethernet используются для подключения элементов контроллера расширения, подключения в локальную сеть порт и, как и было, интерфейс RS-232. Что еще здесь отличительного от предыдущих контроллеров? Это сухие контакты, которые могут быть подключены к системам оповещения, могут быть подключены к каким-то элементам пожарной сигнализации. И есть также разъемы питания, выполненные тоже в виде сухих контактов. Схема подключения контроллера серии TS-02 выглядит следующим образом. Через аудиоразъем шестипиновый к контроллеру TS-200M могут быть подключены микрофоны серии TS-02. В аудиоразъемы RCA, о которых мы говорили, могут быть подключены системы синхронного перевода, и этот контроллер может быть настроен с помощью персонального компьютера. Из особенностей здесь по объему контроллера, по объемке системы она неотличима. Каких-то характеристик отличительных с предыдущим больше нет, поэтому я предлагаю двигаться дальше и разобрать систему расширения. Контроллер-расширитель TS-02-200ME. Он подключается в разъем расширения контроллера, и на задней панели этого контроллера-расширителя есть три разъема для подключения микрофонов. К этим трем разъемам можно подключить до 128 микрофонов и так далее, и так далее, и так далее. Подключая дополнительные контроллеры расширения, систему можно расширить до четырех тысяч пультов. Перед вами таблица микрофонов, которые используются с серии TS-02. Три микрофона настольные, модель 0202 без экрана, модели 0203 и 0205. Это модели с экраном. Экраны сенсорные, у нас, к сожалению, нет образцов. 0203, я вот хотел просто отметить, что это модель, у которой есть возможность голосования, и эта модель поддерживает работу с картами идентификационными. Для работы с картой есть еще дополнительное устройство, как аксессуары, это устройство записи этих идентификационных карт, которые производятся с помощью программного обеспечения. Цифровая система TS-02 также имеет таблицу, которая сейчас перед вами. Слева в колонке указаны модели микрофонов для системы TS-02. Сверху в таблице указаны расстояния от контроллера до первого микрофона. И в таблице можно видеть количество микрофонов, которые подключаются при определенном расстоянии между первым микрофоном и контроллером. Хотелось бы отметить, что микрофоны 0203, которые как раз поддерживают работу с картами, они для своей работы требуют аксессуара. Это вот такой вот расширитель дополнительных блоков питания, который называется TS-02-21. К нему еще нужен опциональный блок питания TS-02-21 DC, который дает дополнительное питание непосредственно этому устройству. И к нему мы подключаем микрофон и также можем их в цепочку подключить. Здесь представлен проект. Вы видите, что данная система используется уже в таких красивых больших залах, в залах заседаний, в конференц-залах. Это реальный проект. На данной системе используется контроллер TS-0200M, кабель-удлинитель 20-метровый, микрофоны TS-02-05 и 0205A. Тридцать один микрофон. И стоимость ориентировочная в рекомендованных розничных ценах это 25 760 долларов. Давайте обратимся к чату. Ну, вижу, что вопросов нет. Хорошо, тогда ты идешь сюда. Ну, как я уже говорил в начале презентации, в линейке есть как проводные, так и беспроводные конференц-системы. Сейчас мы рассмотрим серию TS-W100. Это беспроводная конференц-система. Я бы хотел отметить, что эта серия для нас и для вас интересна будет тем, что к этой серии можно подключать терминал видеоконференц-связи E-Link. И контроллер этой серии, он интегрируется с терминалом таким образом, что когда включается микрофон у выступающего, камера E-Link может на этот микрофон наводиться. Делается это заранее, устанавливается на камере пресеты на каждое из мест, где установлен микрофон. И когда система ITC активирует тот или иной микрофон, то E-Link в терминале отрабатывает тот или иной пресет и получается таким образом наведение на говорящего. Можно с помощью этого делать интересный интеграционный проект. Еще хочу отметить, что контроллер TS-W100 может работать как с проводными, так и с беспроводными микрофонами. Про линейку контроллеров и микрофонов сейчас Дмитрий подробно на ней остановится. Спасибо, Алексей. Сам контроллер TS-W100 похож внешне чем-то на предыдущую модель, но у этого контроллера на передней панели есть USB-порт, куда можно установить USB-диск и использовать это для записи аудиоконференции. На задней части контроллера есть 4 разъема, 6-пиновые аудиоразъемы для подключения микрофонов, порт расширения цифровой формата Ethernet, точнее формата RJ45. Есть отдельный порт, который называется Wi-Fi, покажу, он находится вот здесь. Этот порт используется для подключения точки доступа к контроллеру и уже к этой точке доступа будут подключаться беспроводные микрофоны. Также порт WAN, так как контроллер цифровой и имеет веб-интерфейс для настройки и для управления. И еще особенность характерная контроллера Дмитрий подключается в том, что у него есть разъемы питания, куда можно подключить спикеры. Встроенный усилитель. Встроенный усилитель для двух спикеров. Если говорить о характеристиках, то этот беспроводной контроллер работает с точкой доступа, который организует беспроводную сеть 5 ГГц. Соединение между микрофонами и контроллером будет зашифровано с помощью протоколов WPA и WPA2 со 128-битным шифрованием. У контроллера 4 режима работы, как и у предыдущих моделей. Общая емкость 4000 микрофонов, но кабелями можно подключить к одному контроллеру до 128 микрофонов, остальное с помощью контроллера расширения. Система поддерживает до 300 беспроводных микрофонов с помощью наращивания количества точек доступа. Что хотелось бы отметить, этот контроллер W100, он может большему числу микрофонов позволять работать одновременно. Это до 6 беспроводных микрофонов и до 8 проводных микрофонов могут выступать в один момент времени. И в самом конце хотел бы отметить, вот сейчас тоже подчеркну указкой, поддержка. У этого контроллера есть протоколов WISCO и PENCO. Как раз именно с помощью этих протоколов мы реализуем интеграцию с терминалами E-Link, терминалами видеоконференц-связи, благодаря чему отрабатывают пресеты и наведение на активный микрофон. Перед вами сейчас другой уже контроллер. Его название TS-W100MS. Это полностью беспроводная система, рассчитанная на работу только с беспроводными микрофонами. Это может быть использовано для каких-то исторических зданий или для конференц-комнат, где уже сделан ремонт, где прокладка проводов в принципе невозможна. И чтобы, скажем так, оптимальное решение предложить в линейке ITC, есть одноюнитовый контроллер TS-W100MS. Он также работает в 5-гигигигарцовом гиппозоне. У него 4 режима работы, как у других контроллеров. До 300 беспроводных микрофонов может быть подключено. В самом контроллере разъем Ethernet подает питание на точку доступа. Соответственно, точка доступа по ПЛОЕ подключается. Никаких дополнительных адаптеров питания не нужно. Но для расширения, наращивания точек доступа необходимо уже использование по аккумунтатору. Спасибо, Алексей. Совершенно верно. Вот, собственно, перед вами точка доступа. Она потолочная, да? Да, это потолочная или настенного монтажа. Поддерживается диапазон 5 ГГц. Протокол 802.11 NAC. Данная точка доступа поддерживает до 55 беспроводных микрофонов. Соответственно, питается она по ПЛОЕ. И радиус действия у нее 50 метров. Для работы системы и для зарядки беспроводных микрофонов необходимо вот такое зарядное устройство. Оно имеет 10 портов USB для подключения микрофонов. Микрофоны подсоединяются к кабелям. Здесь поддерживается автоматическое определение требуемой силы тока, защита от перегрузки, защита всех портов от короткого замыкания. И поддерживается функция самовосстановления. Ну, я хотел бы добавить, что в микрофонах ITC, непосредственно в самих микрофонах, для зарядки используются разъемы либо USB-Micro-USB, либо Micro-USB Type-C. В зависимости от микрофона есть небольшая разница. Но на нашем сайте, IP-MATIC.RU, в карточке товара, вы можете всегда этот момент уточнить. Вот, собственно, таблица беспроводных микрофонов. Ну, здесь отмечу не все беспроводные микрофоны. Вот микрофоны, которые имеют в своем названии букву W, это беспроводные микрофоны Wireless. А с правой стороны в этой таблице показаны микрофоны, которые работают, проводные микрофоны, которые работают с этой системой. Мы о них расскажем чуть позже. Это интересные микрофоны, на них остановимся подробнее. Спасибо, Алексей. Ну, функционал этих микрофонов, они все имеют, как вы видите, все где-то 3,5 мм для подключения наушников. Несколько из микрофонов, микрофон W101 и 103 имеют сенсорный экран. Микрофон W102, такой более бюджетный микрофон, он имеет простой ЖК-экран, монохромный. Ну, а, соответственно, проводные микрофоны здесь представлены безэкранными. Я бы хотел добавить пару слов. Мы практически все модели беспроводных микрофонов показывали в октябре на выставке Integrated System Russia. И нам было очень интересно время работы микрофонов. Мы специально полностью зарядили эти устройства перед выставкой. И выставка длилась три дня, если меня не поменяет память. Все три дня мы их целый день показывали, что-то с ними делали. Ну, конечно, иногда они стояли в режиме ожидания, но и очень часто к ним подходили люди, тестировали, нажимали кнопки, проверяли возможности. И вот все три дня они у нас проработали без подзарядки. И где-то в конце выставки оставалось еще порядка 30% заряда аккумулятора. Так что они очень живучие. Да, и хотелось бы еще отметить, что аккумуляторы там не встроенные. Это съемные аккумуляторы стандартного типа размера. Конкретный типоразмер вывод также можете увидеть в карточке товара на сайте опиматик.ру. То есть они, если что, также есть. Можно приобрести на рынке. Я вот сейчас, Алексей, на минутку хочу посмотреть чат. Возможно, у нас есть вопросы. Вот отлично. Какие-то вижу вопросы? Схемы подключения мы сейчас рассмотрим. Как раз она будет. Топология только звезда, или можно? Ну, тут еще есть вопрос от Андрея, что в сравнении с предыдущими системой дороже Но вообще мы идем от большего к меньшему. Самая бюджетная система это была первая. И дальше мы двигаемся. Повзращаем дальше и по возрастающим. Следующий слайд. Это как раз схема подключения устройств беспроводной конференц-системы. Здесь надо сказать, что серверный будет установлен контроллер конференц-системы. Дальше точка доступа подключается к контроллеру. И точка доступа должна быть выведена в посредством помещения, где будет проходить конференция. Здесь действуют традиционные закоды локальной сети. Контроллер сможет запитать и обслужить точку на расстоянии до 100 метров. Без дополнительного, скажем так, усиления сигнала. Поэтому рассчитывайте, чтобы расстояние было не больше для размещения точки доступа. Ну и опять же, как рекомендация, лучше размещать точку доступа на потолке для оптимального покрытия помещения. Wi-Fi микрофоны, понятно, что размещаются на столе и могут быть убраны на время отсутствия мероприятий, где-то стоять в стороне на зарядке. Ну, как я уже говорил, особенность этой системы в том, что она может работать как с беспроводными, так и с проводными микрофонами. Поддерживаются все микрофоны серии TS-02. И добавляется еще несколько микрофонов. В частности, здесь показан микрофон TS-0210, который работает только с системой TS-W100. Кстати, этот микрофон TS-0210 у нас здесь. Его отличительная особенность в том, что у него большой сенсорный экран, с которым работает участник конференции. Этот микрофон выполнен на основе операционной системы Android. На экране есть возможность запроса сервиса, чай, кофе, бумагу. Также можно подключить через USB-разъем сюда USB-носитель в этот микрофон. Система позволяет USB-носителям открыть офисные файлы, такие как Word, Excel, PowerPoint. И на задней части микрофона есть дополнительный экран, так называемая именная табличка. Эта часть будет видна другим участникам конференции, сидящим напротив. Можно здесь указать фамилию, имя участника и его должность указать, сделать какой-то логотип, если нужно. Различные цвета, отображения поддерживаются. У нас будет дальше слайд про этот микрофон. Сейчас я хотел бы проверить вопросы, что у вас с видео случилось. Коллеги, а подскажите, видео у вас нормально отображается? У меня сомнения закрались. Если все нормально, ключик поставьте в чат, пожалуйста. У нас видео пропало. Сейчас тогда буквально минутку мы пробуем на ходу видео отладить. Коллеги, сейчас видите нас? Коллеги, ну тогда скажите... Слышали про микрофон, который мы... Нет, слышно было. Просто еще раз, пока я буду дальше про схему рассказывать. Подержи руках. Да, я подержу. Микрофон. Там слайд, от чего не было видно. А я пока расскажу про схему подключения беспроводной конференции. Здесь в главе схемы цифровой контроллер TSW100. По этому контроллеру, как вы видите, сейчас указочкой подсвечу. Как вы видите, подключен ПУЕ-коммутатор. Показано это для того, чтобы было понятно, что может быть как одна точка доступа использована, на которую 55 микрофонов будет подключено, либо дополнительные точки доступа могут через коммутатор использоваться, и до 300 беспроводных микрофонов можно подключить. Одновременно с этим контроллеру через 6-пиновый аудиоразъем подключаются проводные микрофоны, и все это работает в одной системе. И справа, здесь вот вы видите еще дополнительно к контроллеру TSW100, может быть подключена система синхронного перевода, в которой есть свои различные компоненты. Я сейчас про них не буду углубляться, мы чуть позже подробно все расскажем. Контроллер TSW100 MD. У этого контроллера отличия от модели W100 заключаются в том, что он поддерживает протокол Dante для подключения микрофонов с поддержкой этого протокола. Вторая отличительная особенность этого контроллера, что он поддерживает функцию резервирования. То есть если у вас высокоответственное помещение, где важные люди обсуждают серьезные проблемы, то, конечно же, нужно зарезервировать такие конференции. Тогда в серверную стойку устанавливаются два одинакового контроллера, они постоянно отслеживают работу друг друга, и если один из контроллеров по каким-то причинам дает сбой, то второй тут же на лету подхватывает работу, переключая все микрофоны на себя без подрыва аудиоконференции. Единственное, что надо отметить, конечно же, для бесподрывного переключения вам придется аудиоразъемы разветвить и задублировать. То есть в каждой из контроллеров должны быть аудиоразъемы подключены. Ну да, вот, коллеги, как мы же говорили, есть у нас отдельный слайд про вот этот микрофон TS-0210. Дмитрий уже рассказал про его характеристики. Мы тогда немножко подробно не будем уже на нем рассказывать. Тут нам есть хорошая подсказка, я забыл упомянуть, что кроме всего прочего этот микрофон еще и поддерживает режим обмена текстовыми сообщениями. Есть встроенный чат, с помощью которого можно с другими участниками конференции вести переписку. Да, но еще здесь нет микрофона с символом с буквой А, потому что этот микрофон может быть настроен как микрофон председателя, как микрофон делегатора. Ну и, соответственно, вот важно, внизу мы отметили, этот микрофон работает только с беспроводным контроллером, либо TS-W100, либо TS-W100MD. На слайде сейчас перед вами, опять же подсвечу, показан интерфейс главного экрана. Видно, что при подключении USB-носителя с офисными приложениями они доступны для открытия и просмотра. Даже можно что-то подредактировать. Через экран микрофона можно отредактировать табличку и получить вот сзади такой результат в виде имени и фамилии. Обмен текстовыми сообщениями также приведен в виде слайда. Я сейчас не буду останавливаться. Можно потом подробнее скачать презентацию и посмотреть. Расскажи, Алексей, про проводные микрофоны, пожалуйста. Да, вот есть интересное решение. Это проводные микрофоны серии TS-0303. Эти микрофоны также совместимы и работают только с контроллерами TS-W100 и W100MD. Какая особенность этого микрофона? У него есть два независимых встроенных капсюля микрофонных. Один капсюль работает на цифровой канал, второй капсюль работает на аналоговый канал. Соответственно, эти два канала существуют независимо. Приоритетно работает цифровой канал. Вот, соответственно, для аналогового канала есть поддержка фантомного питания. Это разъемчик мини-XLR. И для, соответственно, цифрового канала есть сетевой разъем RG45. К сожалению, сейчас нет у нас образца, чтобы показать. Этот микрофон поддерживает режим POE. У него есть функция регистрации, так называемый SINGIN. У него есть управление с персонального компьютера, установка ID через веб-интерфейс. И сейчас мы рассмотрим схему подключения. Схема выглядит следующим образом. Давайте я с указочкой покажу, как ее надо читать. Контроллер TS-W100. К контроллеру подключен POE-коммутатор. Совершенно стандартный коммутатор. Может быть, любого вендора использован. У нас в том числе можно приобрести коммутатор Y-Tech для этих нужд. Через Ethernet-разъемы подключены микрофоны, которые, собственно, передают звук в контроллер. И далее от контроллера на процессор обработки звука, на микшер, на усилитель. И это идет в колонке, и все слышат какого-то одного из участников. Но, чтобы зарезервировать систему и перестраховаться на случай каких-то проблем, с микрофонами TS-0303 может быть использована аудиоматрица. То есть она по аналоговому кабелю в разъем мини-XLR, про который Алексей говорил, параллельно подключается в микрофон и работает в фоновом режиме. То есть приоритетом звук идет через Ethernet. Если вдруг здесь какие-то случаются обрывы, коллизии, то микрофон переключается на аналоговый разъем, и у нас звук идет через аудиоматрицу, дальше также на микшер, на усилитель, на спикеры. Я на минутку переключу на чат, смотреть, возможно, у нас есть вопросы. Опять изображение пробовал. Что-то у нас сегодня. Так, коллеги, минуточку, еще раз проверим нашу камеру. Коллеги, а сейчас видите нас? Пожалуйста, поставьте плюс, если есть видео. Видео умерло. Только указ как бегает. Вход и выход не помогает. А USB? А как у USB? Ну, коллеги, прошу прощения за такие технические проблемы. У нас, в принципе, осталось не так много слайдов. Обростов у нас больше нет, поэтому проносим прощение, что видео нет. Слава Богу, работает презентация со звуками. Мы тогда сейчас закончим по презентации. Русский язык. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Я вижу, что звук есть. И видео пошло из звука, но хорошо. Как вы видели, вот есть вопрос в чате по поводу микрофона ТС-0210, что русский язык там поддерживается. Можно русский язык использовать. Вернемся к презентации. Коллеги, совсем недавно появился проводной микрофон ТС-0306. Особенность этого микрофона, он работает по витой паре. У него есть два сетевых интерфейса RG45. Один – это вход, второй – это выход для цепочки. Вход – выход для каскадного подключения. Если другие микрофоны работали по своему проприетарному кабелю, шестипиновому, шестижильному, то данный микрофон работает уже по витой паре. Для того, чтобы его подключить к контроллеру, используется вот такой переходник ТС-003 DRM. Наконечник у него для контроллера шестипиновый, а это разъем Ethernet. RG45. RG45, да, это гнездо. Это относительно бюджетный микрофон. Если есть требования к системе, что система должна работать по витой паре, то как раз этот микрофон именно для этого решения. Ну, Дмитрий уже остановился, где используются беспроводные микрофоны. Они используются в залах-трансформерах, в залах с гибкой рассадкой, в исторических зданиях, где проблематично прокладывать кабель. И беспроводная система очень удобна для развертывания, так сказать, в полевых условиях для каких-то мероприятий вне офиса. Ну, вот здесь показан проект. Здесь очень красивые и дорогие столы. Делать в них отверстия под провода как бы не очень... Негуманно. Негуманно, да, некрасиво. Поэтому здесь используется беспроводная система. Контроллер TSW-100, микрофоны TSW-101, первые 20 микрофонов, один председатель и 19 делегатов, коммутатор споя, точка доступа. Для 20 микрофонов нам нужно два зарядных устройства TSW-180 и ориентировочная стоимость в рекомендованных розничных ценах такого проекта 28 330 долларов. Ну, и опять же, вот еще один из кейсов, один из проектов. Видите, здесь стол очень похожий вообще на каменный, ну, может быть, это искусственный камень, в котором тоже проблематично просверлить отверстия под проводные микрофоны. Здесь используются микрофоны W102, используется бюджетный контроллер W100MS, потому что здесь только беспроводные микрофоны используются. Это точка доступа, зарядные устройства, и стоимость, как вы видите, уже значительно ниже из-за стоимости контроллера, из-за стоимости микрофонов. Это и бюджетный контроллер, и бюджетные микрофоны. Стоимость проекта 16 730 долларов. Ну, и вот мы добрались до системы синхронного перевода. В линейке ITC есть система синхронного перевода. Это серия TS-0670. Система состоит из двух контроллеров. Это контроллер 8-канальный и контроллер 16-канальный. Соответственно, к этим контроллерам могут быть подключены пульт переводчика и пульты аудиоконференц-системы, которые поддерживают функционал синхронного перевода, на которых можно выбрать канал синхронного перевода и прослушать его. Если мы используем систему отдельно, необходимо инфракрасные излучатели, инфракрасные приемники, и кисть для инфракрасных приемников индивидуальных и дополнительные наушники. Ну, я бы хотел только добавить, что нижний самый блок аксессуары, он используется в том случае, если слушатели конференции с наличием синхронного перевода, если слушатели сидят не за столом, то есть за столом, сейчас я указочек покажу, то есть если за столом сидят делегаты, они все могут с помощью этих микрофонов, как Алексей сказал, послушать синхронный перевод. Но если имеются какие-то слушатели, которые сидят там в сторонке, или может быть там амфитеатр какой-то, то нужна система как раз переносная, и для этого используются вот переносные приемники с персональными наушниками, и сигнал транслирует на эти приемники инфракрасный радиатор, о котором как раз Алексей и сказал. Но мы сейчас подробно расскажем, что за что отвечают. Так, серия TS-0670 использует фазовую модуляцию сигнала, поддерживает до 63 каналов для переводчика, переводчик во время своей работы может с помощью пульта запросить себе чай, может выбрать канал для перевода и его зафиксировать за собой так, чтобы остальные переводчики с этим каналом уже не работали. И пульт для переводчика, он имеет функцию напоминания о переводе, о скорости перевода, поторапливает, скажем так, переводчика. И приемники имеют особенность экономить, скажем так, заряд, так как они мобильные, отслеживают активность сигнала в канале. Если сигнала нет, то они через 5 минут переходят в режим ожидания. Сама система TS-0670 это 2-х юнитовое устройство, которое устанавливается в серверную стойку. Корпус будет одинаковый, но если это будет устройство на 8 каналов, то будет доступно только ровно половина из CRCA разъемов на задней панели устройства. Соответственно, в 16 канале все-все-все порты будут доступны. Инфракрасный радиатор это что-то похожее на спикер. Устройство это вешается на стену, либо устанавливается на штатив и распространяет инфракрасный сигнал в диапазоне 40 метров. При этом угол раскрытия 135 градусов. То есть можно в целом в системе собрать до 30 штук радиаторов в одном помещении, и это позволит покрыть 500 метров. Вот здесь специальные порты для расширения. Вот у него есть здесь регулятор для регулирования мощности. Высокая мощность, низкая мощность для небольших помещений, чтобы не сильно засвечивать помещение большой мощности. И, соответственно, есть компенсация задержки и передачи сигнала по кабелю от контроллера до излучателя. Пульт переводчика выглядит так, как показано на слайде. У него большой сенсорный цветной экран, 7-дюймовый. Очень хорошее качество звука этот пульт передает. Есть все необходимые кнопки для дополнительных действий для переводчика, чтобы облегчить ему жизнь и работу. В комплекте системы синхронного перевода поставляется головная гарнитура с двумя наконечниками RG45. Один, соответственно, это аудиовход для микрофона встроенного гарнитура. Второй это аудиовыход для наушников. Эта гарнитура подключается, правильно я понимаю, в приемник же? Нет, это, соответственно, непосредственно, да, это самый К-приемник. У него в комплекте идет мононаушник. В комплекте. А на слайде, на предыдущем слайде, это гарнитура, которая идет в комплекте к пульту переводчика. Она, соответственно, это гарнитура с микрофоном. Данный приемник поддерживает 16 каналов перевода. У него для сохранения заряда батареи есть два режима. Он отключается при отсутствии сигнала или при отключении наушника. У него есть вот ЖК-дисплей, встроенная литий-ионная батарея. Ну и, соответственно, как я уже говорил, такой мононаушник, он идет в комплекте. Его не надо дополнительно покупать. Если есть необходимость использовать наушники, то это опционально нужно докупать. Для зарядки инфракрасных приемников используется вот такой кейс. Это кейс и для хранения, и для зарядки. В нем заряжаются и хранятся одновременно до 30 приемников. Как вы видите, вот здесь 5 рядов по 6 приемников. У него есть функция быстрой зарядки. Он за 3 часа набирает такую мощность, что хватает на 7 часов работы. Полная зарядка приемников происходит за 8 часов. Есть световая индикация статуса зарядки. Он питается от сети переменного тока 110-240 вольт. Потребляемая мощность у него 100 ватт. И, как такая особенность, он равномерно заряжает все ИК-приемники. Есть системы, которые заряжают их последовательно. Зарядился 1, 2, 3 и так далее. То данный кейс заряжает сразу одновременно все ИК-приемники. И данные кейсы, если система большая и приемников используется больше, чем 30, эти кейсы можно соединить каскадом и, соответственно, они будут заряжать приемники. Схема системы синхронного перевода сейчас перед вами. В ее основе лежит контроллер системы синхронного перевода. Через аудиоразъем к контроллеру подключаются пульты переводчиков. Через BNC-разъемы подключаются инфракрасные излучатели. Коаксиальным кабелям. Да, совершенно верно. С этими излучателями работают ИК-приемники. которые получают сигнал с пульта переводчиков и можно слышать результат перевода. Аудиоразъемы RCA используются в контроллере синхронного перевода для подключения к контроллеру конференции для того, чтобы участники конференции могли получить доступ к переводу. Сейчас мы вам покажем сценарии работы. Есть два сценария. Первый сценарий это использование контроллера конференции W100 в конференц комнате стоят беспроводные проводные пульты. Их обслуживает контроллер W100 и голос участников этой конференции с контроллера уходит в систему синхронного перевода попадает на пульт переводчика переводчик переводит этот текст и дальше результат перевода через радиаторы через инфракрасные радиаторы транслируются на ИК приемники слушателям которые сидят где-то в сторонке с проводными приемниками. То есть в этой схеме результат перевода он не может обратно попасть в контроллер и не может попасть на пульты участников конференции. Поэтому есть второй сценарий вот на второй сценарий это использование контроллера TS-0200M и это сверху он представлен и внизу представлена задняя панель системы синхронного перевода TS-0607 здесь как вы видите у них у обоих этих контроллеров есть разъемы которыми друг с другом контроллеры объединяются и это позволяет реализовать следующую схему здесь к контроллеру TS-200M подключены проводные пульты участников конференции то есть они здесь во время конференции что-то говорят звук из контроллера конференции попадает в контроллер синхронного перевода попадает на пульты переводчиков переводчики собственно выполняют свою работу и здесь работают не только радиаторы и могут слушать персональные приемники но также звук в обратном направлении может идти на контроллер TS-200 и здесь слушатели точнее участники конференции которые сидят за столом могут на своих персональных пультах выбрать канал перевода и послушать этот результат опять же что необходимо пульты только которые поддерживают функционал системы синхронного перевода с возможностью выбора канала как раз на слайде есть подсказка справа это пульты 0203 0205 02010 и 0236 вот они перед вами на слайде да все эти пульты они поддерживают функционал синхронного перевода но так как слушать через встроенные громкоговорители в пультах звук не очень хорошо чтобы не мешать соответственно коллегам сидящим рядом все эти пульты имеют разъемы для подключения наушников соответственно подключаются наушники и каждый делегат слушает свой необходимый канал свой язык перевода в персональных наушников вот опять же здесь на схеме показано это пульт 0236 это встраиваемый пульт у которого также есть встроенные гнезда для подключения наушников ну и где используется система синхронного перевода они могут быть использованы в залах заседаний в интеграции с аудиоконференц системами могут использоваться как независимые системы перевода в конференц залах и в залах пресс-конференций здесь вот на слайде показан проект где используется система синхроперевода именно как система синхроперевода представлена вот кабинка переводчика здесь представлен один пульт Но по правилам, чтобы переводчик мог отдохнуть, необходимо для каждого языка два культа переводчика, чтобы переводчики могли меняться. Вы видите на местах персональные ИК-приемники. Здесь используется контроллер 16-канальный, микрофон переводчика две штуки. Вот здесь ИК-излучатели. Они в комплекте имеют настенные крепления, либо их можно установить на обыкновенные микрофонные стойки. Но это опционально. Вот ИК-приемники лежат на местах. Их здесь используется 150 штук. Для 150 приемников необходимо 5 кейсов для зарядки и хранения. И стоимость такой системы составляет 61 833 доллара. Коллеги, ну вот в принципе все, что мы хотели рассказать. Если у вас есть вопросы, можем сейчас на них ответить. Дмитрий. Я в конце опять же хочу сказать, во-первых, спасибо, что вы нас выслушали, что были с нами. И хотел бы напомнить, что запись данного вебинара будет опубликована на нашем канале YouTube. Если вопросы появятся позже, можно обращаться, можно там прям в комментариях их писать, либо обращаться к нам в службу поддержки. Мы подскажем, отвечу вам на вашу вопрос. Так, коллеги, все, спасибо. 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 Спасибо.